Даже если вы сделали самый качественный ремонт, но не продумали эти, казалось бы, мелочи, то все впечатление от интерьера будет испорчено, потому что дьявол кроется в мелочах, и надо продумывать каждую деталь. Смотрите этот ролик до конца, чтобы узнать про эти важные мелочи, которые не стоит упускать из внимания. А меня зовут Ирина Устьянцева, я занимаюсь дизайном интерьеров с 2007 года и являюсь основателем школы дизайна U-Design. Первый пункт это плохо подобранный текстиль. Шторы, пледы, подушки, ковры, как правило, это все покупается уже в последний момент, когда все порядком устали от ремонта, бюджет уже на исходе, и кажется, что сейчас купим что-то такое простенькое, временно, потом переделаем, но нет ничего более постоянного, чем временно, и потом эти шторы остаются надолго в вашем интерьере и не приносят радости. То есть плохо подобранный текстиль, он действительно очень сильно влияет на восприятие интерьера. Вообще текстиль это как такая вишенка на торте, и им можно очень здорово вытянуть интерьер, очень здорово поднять интерьер на несколько порядков выше, сделать его визуально более дорогим, более продуманным. А вот текстиль, который будет нехорошего качества, он, конечно, даже самый дорогой интерьер сильно испортит, и уже не будет восприниматься это как какой-то красивый, продуманный дизайнерский интерьер. То есть шторы дают очень серьезное восприятие. Особенно это важно, если у вас интерьер нейтральный, в каких-то бежевых тонах, серые оттенки, то есть что-то очень спокойное, и вдруг вы решили, что что-то интерьер получился скучноватый, надо бы добавить туда цвета, сейчас мы шторки какие-то интересненькие, веселенькие купим. Вот это тоже большая ошибка, потому что если подходить к этому совсем продуманно, то есть прийти в магазин и что-то начать выбирать, то тоже можно очень здорово просчитаться, и эти шторы потом не будут вас радовать, эти шторы, покрывало, подушки на диване, это тоже все будет потом работать против вас. Конечно, этот прием имеет место быть. С помощью текстиля, конечно, добавляют визуально акценты, делают какие-то яркие такие пятна в интерьере, но это должно все продумываться заранее. Это тоже должно подбираться очень тщательно, чтобы действительно получить хороший результат. Поэтому, я думаю, я вас убедила в том, что текстиль в этом плане очень важен. Про ковры то же самое. Плохо подобранный ковер с каким-то странным устаревшим рисунком, с какими-то цветочками, лепесточками или завитушками, что очень часто встречается в интерьерах, к сожалению, он тоже будет портить общее впечатление от всей комнаты. То есть, можно сделать классный современный интерьер, но как только вы решили положить туда ковер с какими-то странными рисунками или с какими-то странными цветовыми пятнами, все, весь интерьер рассыпался. То есть, если сильные сомнения по поводу ковра, если не можете определиться, то лучше какое-то время побыть без него, не испортив интерьер плохо подобранным декором. Либо в магазинах есть прекрасные услуги, когда вы заказываете примерку ковра, вы выбираете несколько вариантов, вам домой привозят ковры, вы их расстилаете, смотрите по размеру, проверяете по цвету, какой вам больше подойдет, и уже оставляете наилучший вариант. Следующий пункт – это удлинители по всей квартире. Ставьте плюсик в комментариях, у кого дома есть хоть один тройник или удлинитель, из-за того, что где-то не продумали вовремя розетку, где-то чего-то не хватает. Конечно, это сильно портит внешнее восприятие, визуальное восприятие от интерьера, когда тянутся кругом провода, висящие провода. Очень важно электрику продумывать на этапе ремонта. Притом продумывать не просто в плане, где у вас какая-то кухонная техника, то, что понятно, об этом мало кто забывает, а такие моменты, как где будет стоять потом увлажнитель воздуха или мойка воздуха, если у вас проводной пылесос, везде ли будет достаточно розеток, чтобы вам было этим удобно пользоваться. То есть вот эти все моменты нужно продумывать заранее, какая техника потом у вас может в перспективе появиться. Или, например, у вас сейчас нет робота-пылесоса, но вы делаете ремонт, и предполагаете, что, может быть, вы его купите. Подумайте, где будет стоять база, где будет розетка. Следующий момент. Где вы любите сидеть с телефоном? В кресле, на диване, за обеденным столом? Или вы готовите на кухне, вам надо, чтобы телефон был под рукой? То есть всегда должна быть где-то в доступе розетка, чтобы провод от телефона дотягивался, и вы могли спокойно заниматься своими делами, продолжать что-то там листать, читать или комментировать, чтобы у вас розетки были во всех возможных углах, где это может пригодиться. Дальше. Очень частый момент. Это провода, висящие за телевизором. Когда повесили телевизор на стену, а внизу поставили низкую тумбу, и там располагается какая-то техника, которая подключается к телевизору. Получились провода висящие. Как этого избежать? На этапе ремонта делается кабель-канал, который закладывается в стену. То есть это такой пластиковый короб, который монтируется в стену. И вы вешаете телевизор, вы ставите вниз тумбу, все провода будут идти в стене. И никакой вот этой гирлянды из проводов потом у вас не окажется, что будет выглядеть очень эстетично, конечно. Следующее. Это рабочее место. Если вы работаете дома, работаете полноценно, не просто иногда с планшетом что-то, чуть-чуть почту проверяете, а сидите за компьютером, у вас, может быть, есть принтер или сканер, то есть какая-то еще техника, как правило, на рабочем столе тоже появляется пилот, появляется обилие розеток, клубы вот этих проводов, тоже выглядит все не совсем эстетично. Как с этим справиться? На самом деле, есть специальные корзины для проводов, они есть подвесные, которые крепятся под стол, есть обычные закрытые такие красивые коробочки, которые ставятся на стол, когда вы помещаете туда все розетки, и из этой корзиночки у вас только уже проводочки готовые выходят. То есть все красиво, все спрятано. Купить их можно свободно в интернете, во всех известных маркетплейсах, они продаются без проблем, можете посмотреть, поискать подходящие для вас варианты. Друзья, вы точно не просто так смотрите это видео, и я на 100% знаю, что вы увлекаетесь дизайном интерьера, что у вас есть стремление создавать красоту вокруг себя. Именно поэтому я приглашаю вас на мой бесплатный трехдневный курс по дизайну интерьера, где вы узнаете еще больше фишечек, профессиональных секретиков, и создадите свой первый проект с нуля под руководством опытных дизайнеров-кураторов. Вы сами удивитесь, насколько это просто и увлекательно. Поэтому прямо сейчас переходите по ссылке в описании к этому видео, регистрируйтесь, а потом возвращайтесь к просмотру данного ролика, вас ждет еще много интересного. Третий пункт – это фурнитура на мебели. Как правило, когда вы покупаете готовую мебель, комоды, шкафы, тумбочки, то фурнитура там ставится какая-то самая простенькая, дешевая, и внешний вид шкафа может быть неплох, ну то есть это может быть какой-то очень лаконичный, однотонный шкаф, который вам хорошо подходит, но вот ручки портят весь вид. И хорошая новость – ручки можно заменять, вы можете купить любые подходящие, также их огромный выбор есть и в магазинах декора, и просто в интернете они продаются и на китайских сайтах, и на российских сайтах, и на маркетплейсах. Вы можете найти интересные варианты ручек, то есть можно найти как просто какие-то лаконичные, красивые варианты, которые будут выглядеть дороже, а можно прям какие-то дизайнерские, фигурные, особенно для детских есть всякие интересные такие фигурки. То есть ваш предмет мебели может выглядеть в разы интереснее, просто если вы замените на нем ручки. Это будет выглядеть намного-намного лучше. Четвертый пункт, который может значительно испортить внешний вид вашего интерьера – это визуальный шум. Что такое визуальный шум? Когда стоит обилие каких-то баночек, коробочек, все, что должно быть под рукой, вот оно всегда у вас. Стол заставлен, все свободные горизонтальные поверхности чем-то заставлены, и все это вместе смотрится, как будто у вас постоянный бардак. Даже если интерьер красивый, продуманный, современный ремонт только-только сделан, он не будет выглядеть красиво, если все вокруг будет чем-то заставлено. Поэтому, конечно, желательно заранее продумывать места хранения. То есть заранее мы их как продумываем? Мы смотрим, сколько у вас сейчас шкафов, сколько ящиков, полочек, что вы там храните, вы все это перебираете, смотрите, и в новом пространстве, в новой квартире при переезде вы закладываете такое же количество шкафов, плюс 20-30% по возможности. Если это возможно. Если ремонт уже сделан недавно, вы понимаете, что дополнительный шкаф поставить невозможно, а ставить уже некуда вот эти все предметы, то есть нужно найти место. Решение тоже есть, это организация пространства, это не так страшно, не так сложно, как может звучать. Здесь главное отсортировать все, что у вас сейчас есть, то есть каждую зону хранения, пересмотреть внимательно, потому что зачастую мы храним какие-то вещи, которыми не пользуемся годами, не пользуемся очень давно, а они занимают место, и у нас создается впечатление, что нам некуда ничего поставить. Важно пересмотреть просто места хранения еще раз критичным взглядом, без сожаления расстаться с тем, чем вы не пользуетесь уже давно, освободив место новому. Ну и, конечно, такой еще способ, как замена различных баночек, например, в ванной комнате все шампуни, гели для душа, вот когда это все разные баночки стоят, смотрится не очень хорошо. Можно купить красивые контейнеры, одинаковые, которые будут эстетично подходить в ваш интерьер, туда все переливать, и, конечно, это будет смотреться намного лучше. В кухне то же самое, чтобы не было каких-то пестрых тряпочек, разноцветных губок, вот эти бутылки с моющим средством тоже, с пестрыми этикетками. Все это перелить в емкости, которые подходят под ваш интерьер, тоже все это продается доступно в интернете, и вы увидите, насколько сразу будет ваше пространство выглядеть по-другому. Ну и пятый пункт, он немножко вытекает из предыдущего, это хранение пылесоса, гладильной доски, всех моющих средств, ведро, швабра. Об этом тоже, конечно, нужно подумать заранее, потому что если не предусмотреть для них какой-то отсек в шкафу, то потом все эти предметы будут кочевать по вашей квартире, где-то в углу стоять, в комнате, в ванной, в коридоре, и тоже не создавать красоты. Если ремонт вам только предстоит, то продумайте этот момент, сделайте какой-то технический шкаф, он не обязательно должен быть большой, это может быть просто отсек в основном шкафу с одеждой. А гладильные доски, кстати, сейчас предлагаются очень интересные варианты по их хранению, есть встроенные гладильные доски в шкаф, складные гладильные доски, тоже заранее все это можно предусмотреть. Мы с вами разобрали самые основные ошибки, которые портят внешний вид от интерьера, и я уверена, что теперь, делая новый ремонт, вы точно все предусмотрите, не свершите этих ошибок, а уже в существующем жилье сможете довести все до идеала. Пишите в комментариях, какой способ вам понравился больше всего, что вы сделаете в первую очередь, и не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропускать еще больше полезных видео про дизайн интерьера.